Всем здарова, с вами Эдгар. Вы на канале Мысли от Эдгара. Выбилось у меня тут времечко, хочу пообщаться с вами. Тема будет такая, до 2030 года очень много всяких разных изменений будет на планете Земля, на которой мы с вами живем. Но не все это понимают, многие это ощущают, но не у каждого хватает мысли осознать, обработать данные, что вообще происходит. И я как-то размышлял, думаю, блин, ну неужели непонятно? Ну почему люди не хотят понять? Ну нужно всем это рассказать и показать, что будет вот именно так, чтобы люди типа подготовились к этому всему. В итоге пришел, короче, по жизни к такому мнению, такому пониманию, что нафиг многим это не сдалось. Большинство это просто, ну так сказать, раб сила. Они не собираются менять ничего, осознавать. Их вообще-то не волнует. И как бы у меня по генетике, у меня отец так и дед, ну своеобразно так, знаете, как будто внедрено в генетику такое состояние спасать человечество, спасать всех, что-то делать. Движухи какие-то наводить, всем все рассказывать. Может поэтому вот как раз я и блогер, да, много чем занимался. И всегда вот было желание вот так вот кому-то что-то рассказывать, объяснять. Внедрился в итоге в блогерство. Но как я понял для себя, тоже осознал, что человечество, ну это как бы в любом случае мы машина. У нас определенные есть программы. Все программы заточены под свои какие-то задачи, решение каких-то задач. У меня такая программа, которая пробивает как бы тропы в джунглях, новое, быстрое осознание нового, не как бы долго не застревать в старом. Короче, я больше пробивная система, где бы ни было это. Ну, если мы говорим про информацию, то в информационном поле я быстро прокладываю тропинки. Но у меня это получается делать по той причине, что я как бы не застреваю на много-много всяких разных там моментах, аспектах. А просто пру дальше основную мысль, чтобы понять. И так в жизни тоже. Если буду заостряться слишком на каких-то мелких деталях, то в итоге основную идею не пойму. Основная тропинка не будет проложена. Но в этом плане как бы мой минус является то, что я не могу как бы сидеть, знаете, вот слишком скурпулезно чем-то прям заниматься. Если в этом нету какого-то нового, чего-то, какой-то новой информации. Я, например, не очень люблю там собирать конструкторы, не люблю собирать шкафы. В общем, если я вижу, что это стандарт, и в этом нет ничего нового, но это как бы жизненно необходимо, я лучше как бы заплачу. Ну, или если я это буду делать, я в этом процессе очень много как бы буду злиться. Я себя на этом подловил. Прямо у меня возникает очень сильная злость к тому, что я делаю, к этому шкафу, к этому конструктору и к чему-либо. Но ни шкаф в этом не виноват, ни конструктор, ни окружающие люди. А это моя психология. Такой типаж. К чему я вот это сейчас объясняю? То, что человечество, оно подразделяется на определенные, стандартные, продуманные какие-то виды. И я просто рассказываю про свой вид. Возможно, вы в этом увидите и себя тоже. Как-то я вот раньше думал, что это какие-то мои минусы, нужно это исправлять, нужно быть более собранным, когда ты собираешь шкаф и не злиться. Ни хрена, короче, не пытайтесь это исправить, не получится. Если тебя бесит собирать шкаф, но я сейчас говорю не про состояние лени, то, что ты ленивый человек, а именно в обычном режиме ты живешь, но именно есть какие-то определенные вопросы, где ты не хочешь это делать или наоборот очень хорошо что-то делаешь. Ну, например, мой брат может, если нам обоим дать собрать какое-то помещение, ну не знаю, вот собирали, например, строили, ну типа хозблок там, что-то конструировать, не знаю, скамейку, лавку, стол из дерева там сконструировать. Я сконструирую стол быстро, он уже будет работать, как бы все, быстро это четко сделаю, как бы, но сделаю это, ну так себе тема будет. А если мой брат это соберет, то у него такой стол будет на миллиард лет, он вообще в этом все продумает, каждую штучку, каждую шайбочку, 100 слоев всяких там полировок, красок, всякой хрени там, того, чего я даже и не подумал бы, и соберет просто, ну нереально охренительную вещь. И эта штука будет существовать, блин, переживет саму планету Земля. Вот так вот он собирает. Но в этом одновременно получается, как бы, у него есть плюс-минус, ну, например, у меня есть плюс-минус. Тут только нужно определить, где применить это. Если нам нужно быстренько спасти ситуацию, то тут, как бы, собирать стол суперидеально, но не в этом, как бы, суть. Нам нужно сейчас спасти ситуацию, быстро что-то сделать и поехали дальше, чтобы вопрос какой-то решить. Тут такой человек, который будет скрупулезно подходить к этому, такой типаж, он, получается, в этом плане проиграет. Я в этом плане быстро решу вопрос, и мы спасемся. Если ситуация такая, что нужно на века в доме сделать такой прям нормальный стол, чтобы он прям служил и был красивый, и функциональный, и вообще все, что вам там нужно, чтобы вообще всем понравился, то тут я сделаю херню конкретную, понимаете, я соберу стол, говностол, вот, он будет работать, вот, он, в принципе, не развалится, но будет говностол. А вот мой братан соберет такой стол, что я просто подхожу и бываю в шоке от того, что он делает. В этом случае он выиграет в этом моменте, этот стол прослужит долго, все, всем будет нравиться, вот, а я сам, меня самого будет тошнить от того, что я сам же и собрал. В этой ситуации, короче, мое умение, ну, как бы, не нужно ни в тему. Я в итоге пришел, короче, к этому пониманию, что люди, у каждого свой функционал есть, и все люди прям четко имеют определенную программу, и эту программу невозможно переделать. Проблема современного мира, современной якобы психологию, как вот говорят людям, что каждый может быть, там, не знаю, президентом, только захоти, иди туда, и вот это выучишь, и будешь там богатым, или не будешь богатым, не знаю, кем-то захотел, и пошел, и стал. Хренушки, не будешь ты, не будешь ты, не будешь ты, не знаю, воином, есть ты по жизни, по функционалу, по программе, вообще, ну, никак ты не воин. Не будешь ты никаким воином, и нельзя брать всех подряд, становиться воинами. Как бы биться нужно только в том случае, всем подряд, если, ну, ситуация такова, что деваться некуда, и нужно как-то, ну, в целом уже спасать ситуацию. Тогда, да, все подряд берут в руки вилы, лопаты, и женщины, и мужики, и спасаем, так сказать, дом. Да, в таком случае это мы не рассматриваем, вот, когда совсем деваться некуда. Но если, как бы, не горит, так сказать, то воинами должны быть те, у которых к этому есть определенное программирование. Ну, и так далее, как бы, руководителем не может быть тот человек, который не заточен своими умениями под то, что он может руководить. И получается, какого бы мы типажа ни взяли, у него есть плюсы и минусы в зависимости от места применения вот этих умений. В одном месте вы возьмете, не знаю, человек, который воин, и приведете его в детский садик, что-то там сидеть, кашу варить детям, не знаю, дела повара делать, или детский праздник проводить. Ну, воин скажет, что за фигня, ну, он не выдержит, короче, этого состояния. Один раз, может, так между делом что-то как-то понятно, я могу и там чуть-чуть балерины побыть, понтом делать, да, мы не знаем, и президентом, и кем угодно. Но в долгую, когда ты четко должен выполнять долгое время определенную работу, ты не выдержишь это. Вот, поэтому в таком месте воин бессмыслен. Вот, там нужен человек, который может работать с, например, детьми, или тот, кому нравится готовить, тот будет хороший повар. В общем, у каждого есть своя определенная, определенное умение и позиция. Так что не нужно переделывать себя, я вам вот это могу четко сказать. Если вы что-то можете и что-то любите, то все, оно так и есть, так и заложено. И вот наш мир идет к определенным изменениям. До 2030 года заложены определенные программы по переходу на другой уровень существования. И я говорил о том, что когда-то я думал, что когда происходят какие-то изменения глобальные, или что-то вообще происходит, может, локально где-то, нужно всем объяснять, чтобы все подготовились, все переделались. Потом ты это говоришь, они этого не делают. Потом сидишь, думаешь, а сразу мысль приходит. Ну, чего ж они там, я же говорил, ну вот чё ж вы-то, а, ну как так-то? Да, можно же было подготовиться. И я раньше злился, что ну блин, ну как говорится, и шаку понятно же, что ну вот, ну чё ж ты, а, как так-то? Сейчас я по-другому размышляю. Получается, что так как у всех людей разные программы, есть категория людей, которые не способны осознавать новое. Они не способны на переходы. Есть категория людей, которые нужны для вот этих переходов, для протаптывания тропинок, для того, чтобы объяснять другим людям, что происходит. И есть определенные категории людей, которые ведут тех, кто не может понять, им не обязательно это понимать. Вот моя болезнь была в том, что и многих таких, как и я, что я думаю, что все подряд должны понимать, и вместе с тобой, осознавая это, должны так же делать. А оно не так, не все должны понимать. Получается, есть определенная часть людей, которые не поймут никогда, они не собираются, они не будут их. Программа так сделана, что они не смогут это сделать. И это не хорошо, не плохо в итоге. Это не говорит о том, что кто-то умнее или кто-то тупее, потому что если мы возьмем того человека, который не готов к новому, не готов к переходам, он не тот, кто протаптывает тропинки и оповещает, и кого-то за ручку куда-то ведет, помогая пройти путь там определенный, новый, этот человек после того, как пройдут путь, те, кто протоптали путь, те, кто оповестили и помогли во время перехода, они в новом том самом мире, когда, ну, что-то там стабилизируется. Нужно устраиваться, как бы, бытовые вот эти вопросы. Протаптыватели тропинок, типа меня, не способны вот это все делать в таком формате, как это могут сделать те, которые не понимают будущего. Так сказать, кто-то формирует будущее, приводит к этому, а есть определенные люди с программами, которые в этом самом будущем начинают пользоваться созданными определенными программами и отлично делают то самое будущее. В нем уже, как бы, копошатся, как бы, расставляют все туда, куда нужно, делают это качественно. Они ничего нового не открывают, их не интересует новое. Им нужно предоставить программу, объяснить, что программа работает так-то, так-то. Они начинают копать, как бы изучать, не то, что изучать, запоминать. Вот изучением занимаются как раз-таки люди, которые протаптывают тропинки в жизни. Потому что изучение, это когда ты не знаешь, и у тебя хватает, ну, так сказать, заложенной программы смелости узнать новое, шагнуть вперед в неизведанное, понимая, что ты даже не знаешь, что с тобой будет, но ты это все равно сделаешь. Вот, это заложено в твоей программе, и ты этот шаг сделаешь. Узнаешь, что там. А потом, когда формируется определенная уже программа, уже устоявшиеся какие-то стандарты, рабочие, проверенные, вот это все даешь человеку, который не протаптыватель дорог, а из другой категории. Рабочий класс, можно это назвать. Вот этот рабочий класс уже запоминает, как я сказал, не изучает, запоминает то, что им сказали, что вот эта штука работает вот так, вот так, вот так, вот так. И они очень хорошо это выучат и начинают это все применять в жизни. Делают это все подробно. Те люди, которые создали определенный инструмент, как бы они примерно понимают, для чего этот инструмент. Но эти люди даже понятия не имеют, где можно этот инструмент в более каких-то мелких вопросах применять. Потому что эти люди не хотят в это внедряться. Они дальше чего-то придумывают. А вот люди, которые рабочий класс, они уже потом такой смотришь, нифига себе, ну типа вот кто разработчики всякие, такого типажа люди, они такие разработали какую-то программу, лопату, машину, самолет, еще чего-то. Он смотрит, нифига себе, что люди вытворяют. Типа с этой лопатой, оказывается, можно сделать. И ей не только можно копать, и жонглировать, или, ну я не знаю, там много чего можно делать. А разработчик лопаты, он просто для чего так одного это придумал? Он даже не знал, что рабочий класс применит это, блин, и там, и сям. И это вообще, оказывается, классная штука. Так что плюс рабочего класса, это трудяги, которые сделают мир более таким уже, понимаете, вот основательно применят все созданное. Разведчики, так сказать, протаптыватели дорог, новой информации скажут, вот новая территория, мы ее проверили, она теперь под охраной, а вы внутри территории, давайте осваивайте. Вот здесь Земля, вот здесь то, вот здесь это. И они такие, о, понеслось это все делать. Вот, к чему я это, короче, говорю? Теперь связочку даем, да, мысли. Сейчас идет глобальный переход. До 2030 года будет серьезный переход на планете Земля во всех направлениях. И как я сказал ранее, думаю, что все должны все осознавать, все понимать. В итоге, нет, не все должны все осознавать и все понимать. И это никому, ну не никому, а всем это нафиг не сдалось. Каждый делает, должен свое дело. В современном мире, я думаю, нам не хватает или нам это кто-то запрещает, не знаю. Или это утаили от нас. Всех выровняли в одно какое-то состояние. И всем с детства говорят, что каждый может быть, ё-моё, президентом, космонавтом. Зачем такое вообще говорить детям? Какого хрена? Это почему-то, говорят, относит к какой-то там демократии. Также перепутали с темой мужчины и женщины, да. Это тоже вот это, одна из этих путаниц. Мужик от мужик, женщина от женщины. У каждого свои еще и телесные свойства. Плюс еще программные разницы есть. Определенной категории тоже женщины разбиваются, какие они бывают. Все сделали в одно, единое такое, плоскость. Всем говорят, все могут быть космонавтами, все могут разбогатеть, да все могут, не знаю, что угодно, типа все могут. Нельзя так говорить. Зачем такую чушь втирают людям? Человек, который по программе не способен прокладывать новые дороги и изучать новую информацию, у него заложен страх перед этой системой. И он это сделает, если даже попытается, он это сделает очень хреново. Или потратит огромное количество ресурсов своих, чтобы сделать какую-то одну тропиночку в джунглях, которая вообще нахрен не сдалась. Это только одна. А человек, у которого заложено протаптывать новые дороги и новую информацию, создавать что-то, он там тысячу тропинок сделает, по ним пробежится, посмотрит, что как, сравнит быстренько. И даст много разных вариантов. И сделает это с легкостью, уверенно. Ему это нравится. Поэтому в современной системе людей всех приравняли к одной какой-то системе единой. Люди понятия не имеют, что они не способны делать определенные вещи. И не нужно это делать, потому что ты начнешь ломать себя, свою психологию. И это приводит к депрессиям. Человек, который делает что-то не по своей программе, заложенной по природе, он в итоге не будет любить свою работу, будет делать ее херово. Будет в итоге в депрессниках это все скажется на его психологическом состоянии, соответственно, на семейных каких-то вопросах. Женится он, не женится, замуж выйдет, нет. Разведется или нет. Будет хотеть детей или нет. Как будет воспитывать детей. Будет бухать или курить и все такое. Или будет наркоманом. Это все как раз исходит из того, что человек изначально понял, какая у него психология, кто он по жизни. И делает ли он то, на что он природой заточен. Те люди, которые по какой-то нафиг случайности смогли определить самих себя, какая она программа вот у них установлена. И это состыковалось с их работой, в которой требуются ровно эти способности. И вот когда вот это стыкуется, эти люди любят свою работу, делают ее хорошо, делают ее постоянно, не устают от этой работы. И это приводит к заработку. И так как человек делает все с удовольствием, у него позитивная энергия. Соответственно, у него не идет перерасход энергии, нет депрессников. У него есть возможность уже взять ответственность за другого человека. Жениться или выйти замуж. В случае мужчины или женщины. И семья будет уже контролироваться. И если противоположный пол в семье тоже делает по своей программе у него работа любимая, так сказать, состыковалась с его психологией по программе природы, то это уже двойная удача, так сказать. Но сейчас это называется удача. Типа, о, тебе повезло, ты на такой работе, которую любишь, а я вот типа там ненавижу свою работу, не хочу работать на своей работе. Тебе повезло. Дело тут вообще не везение. Это у меня два варианта. Или человечество реально еще не доперло до того, что мы все это машины, программы и у нас четко заложены какие-то умения. Но я не думаю, что мы не доперли, потому что все эти книги по психологиям и там вот очень много всего проговаривается. Даже если мы возьмем всякие разные там вот эти же знаки зодиака, всякие психологические типажи, характеры людей. Это все вместе в кучу соберите и спокойно нефиг делать можно определять любого человека, какой он типаж. По-любому есть какие-то четкие конкретные виды. Может быть у каждого вот этого типажа есть еще под типажи, которые между собой еще разбиваются на чуть-чуть индивидуальность какая-то у каждого есть. но примерно как бы можно отнести каждого человека например по основным его характеристикам определить ты воин, ты повар, ты вот новое можешь изведать, ты разработчик, ты можешь в путь идти, ты можешь взять ответственность и кого-то там я не знаю защищать. Ну и как бы есть прям вот это надо сидеть и разбирать. Я не могу прямо сейчас разложить каждого если поизучать, то можно в принципе определить. И вот подход современного человечества я думаю, что кто-то это скрывает, потому что очень сильно проталкивают идею вот этих вот всяких демократия, мы все равны, женщины могут тоже добиться там чего-то, чего-то, мужики то-то, в общем все все могут, ты только типа иди, выучись, иди, тебе говорят да, ты можешь, да, на пять минут можешь, выходишь, блин, сталкиваешься с первой же проблемой, уже оказывается не можешь вообще, и опять тебе нужно идти. Эти системы ввели те, которым нужно заработать денег на людях, которые никогда в жизни не будут, ну они не способны стать, не знаю, космонавтом. А человек, который должен заниматься, ну я не знаю, он конструктор и отлично бы был, ну и архитектор, например, делал бы свое дело архитектора. С детства ему там родители или еще кто-то вбили в голову, что он оказывается президент. Он должен стать президентом или космонавтом. Вот. А он, блин, архитектор отличный, просто великолепный, лучший архитектор планеты Земля может стать. И вот вбивают ему в бошку, что он там космонавт и делают все, чтобы он шел по этой тропиночке. Вот. Он будет херовый космонавт и в любом удобном случае он кинет эту космонавтовскую работу, в эту сторону движения и перейдет делать то, что ему нравится. Но вот в таком случае, то, что ему нравится, он будет делать то, что делает например архитектор, но будет это называть это мое хобби. Вот я работаю на вот этой работе, я ее не люблю, но делаю потому, что учился, родители заплатили, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом, когда переключается рассказывать про свое хобби, говорит, а вот когда вот я так люблю, вот смотри, я начертил то-то-то и начинает вот как архитектор, он даже не знает, что он архитектор, ну это я примерно и начинает вам вот эти чертежи, ты говоришь, что в смысле откуда ты так умеешь это все, он говорит, я сам, ты самоучка, он говорит, ну да, вот, а как ты так делаешь, как будто ты прямо офигенный архитектор, он говорит, да вот в интернете посмотрел, там почитал, там изучил, там сам все сделал, понимаете, никто не заставлял, он сам нашел, все сделай и на уровне уже, не знаю, топовых архитекторов, как самоучка, делает офигенные вещи, но когда речь заходит о его сейчас работе, которую ему не любят, он это все ненавидит и делает это так себе, это все сделано, я думаю, что для того, чтобы люди были в состоянии запутанности и люди не знали своей характеристики, своей программы, свое место в жизни, в обществе, в иерархии и тогда на людях можно делать бабки, потому что если взять, я не знаю, миллион человек, которые должны быть отличными поварами, а затолкать их в балерины, или, я не знаю, в те же космонавты, то они будут херово это делать и бесконечно будут пытаться учиться, а там смотрите, где деньги, он будет бесконечно пытаться учить, учить, потому что он не сможет это выучить, он это ненавидит, а когда ты что-то ненавидишь, информация не усваивается, она не откладывается, ты сидишь и изучаешь то, что тебе не нравится, заучиваешь это, ты ненавидишь это, когда такое чувство, информация не запомнится, ты заучиваешь, помнишь ровно до того момента, пока пока это с тебя требуют, как только с тебя не требуют, эта информация исчезает, это как мы в школах учимся, много всяких вещей изучаем, заучиваем, а потом как из школы вышли, когда с тебя уже не спрашивают ни родители, ни школа, ты ни хрена ничего не помнишь из этого школьного школьной программы, а те люди, которые говорят, что они со школьной программой чего-то, чего-то там помнят, люди, которые просто по их программам совпало, что им нравится, например, там, не знаю, биология, и они это все дело изучают отлично, потому что совпадение по программам идет, и они потом говорят, да мне нравилось, ну да, тебе нравилось, мне-то не нравилось там что-то, а людей заставляют все подряд учить, и вот получается, миллион человек, которые должны быть поварами, их бесконечно будут гонять по этим урокам, всякие курсы, курсы, институты, курсы, это деньги, потом эти люди начнут глючить, это всякие депрессники, пожалуйста, психологи, деньги, будут эти люди бегать по психологам, потом им будет хреново уже на физическом уровне, когда очень долго тебя загнали на психологическом уровне, и ты делаешь то, чего тебе не нравится, сначала ты глючишь психологически, да, у тебя там депрессники типа того, стадии депрессии всяких, а потом, когда долгое время мозг в депрессниках, это уже на физический уровень переходит, и уже тело твое, твоя машина начинает уже, ну ты начинаешь, короче, глючить на физическом уровне, и потом что ты делаешь, ты уже бежишь по больницам, по всяким аптекам, по всяким знахарям, что-то лечишь и у колдунов, и у всяких шаманов, и у каких-то известных людей, которые там топовые, чего-то по массажам, по той, по другой херне какой-нибудь, и в общем вот так вот бесконечно бегаешь по лечебным системам разным, от хреновых до хороших якобы и все такое, и это тоже бабло, получается, если с самого начала запутать человечество и не дать понять человеку, кто он по программе, то потом можно на этом делать огромные деньги, вообще все, что хочешь можно делать, я думаю, что про это те, кто это контролирует, знают, для этого и придумана вся эта история, типа вот демократия, вы все равны, женщины, чтобы добились успеха, добивайся чего-то успеха, ты только выучись, вот эти все лозунги, вот эти все информационные штуки, вот эти школы, институты, которые, те же школы, они сделаны, все неправильно, по моему мнению, школьная система, это вот как раз таки с самого детства, садики, школы, сломать человеческое понимание по природе, чтобы он просто не понял и не догадался, кто он и что он, и для чего он больше подходит, сломать уверенность в человеке, сломать не по ним, как бы инструмент, как бы у ребенка заложен инструмент самоопределения, я думаю, если не портить детей с детства, то они четко определят, кто они в иерархии, какие у них способности и программы, для чего они нужны и какое их место в этой жизни, они самоопределятся, но система изначально делает так, чтобы самих садиков со сломанными родителями, с помощью сломанных родителей, а сломанные программы тащат своих детей в те же сломанные, ну, чтобы сломать в системе их, в эти же системы заталкивают, потому что они не понимают, что делать, как, что, они уже сами глючат, вот эти глюканутые люди тащат в то же болото и своих детей, но с ощущением и желанием, что это к лучшему, это развитие, это познание, это коллектив, это социум, это общение, с чего вы взяли вообще, что какому-то конкретно ребенку нужен вот этот гребаный социум, не каждому психотипу или как она называется, типажу требуется общение с людьми, потому что разные типажи людей, есть типажи, которые нужна вот эта состыковка информационная, это те люди, которые стыкуют разных людей между собой, и они сами такие, они могут, это под знаком зодиака даже можно смотреть, есть определенные типажи, если не ошибусь, я не знаток прямо зодиака, зодиаков всяких, но это из этой же категории, вроде водолеи на такой движухе, они со всеми общаются, движухи что-то наводят, там тут они их там знают, тут знают, вот эти вот такие вот люди, есть какой другой например знак зодиака, который вообще не хочет ни с кем общаться, и не собирается, и не будет ни с кем общаться, нахрен ему не нужно никакие общения, когда вы заталкиваете такого ребенка в садик, где он должен, типа в социуме, коллектив, общение, развитие, а этот такой типаж, которому это не надо, у него другая задача, он тот, кто размышляет, он мыслит, ему мешают вот эти все, вот эти все, ну по его пониманию придурки вокруг одни собрались и мешают ему мыслить, заметьте, разные вот такие вот дети есть, когда вы такого ребенка затолкаете якобы в социуме, думая, что вы как будто взрослый, понимаете, что вы делаете, лучше для своего ребенка, чтобы он развивался, а вы просто ломаете ребенку психологию, и он не хочет там быть, он не хочет ни с кем общаться, не потому, что он что-то с ним не так, да, в системе, если вы отведете его к психологу, скажете, что это я веду ребенка в садик, он там сидит, и один ни с кем не хочет общаться, психолог, конечно же, вам скажет, что с вашим ребенком что-то не так, он одинокий, ему нужно что, и еще раз, что он сделает, он посоветует опять затолкать ребенка туда, где ему опять херово, опять вот это вот люди, люди, а нормально человек, если бы это прям нормально психолог, был понимание по природе, он бы сказал, слушайте, ваш ребенок срать хотел на всех остальных, это такой типаж человека, который в размышлениях опережает всех этих людей, ему неинтересно с ними общаться, те там в носу, в жопе ковыряются, там друг другу палец нюхать дают, вот есть такие дети, да, вот эти все приколы, а другой сидит и говорит, в чем смысл жизни, вселенная, вот эта вся херня, какой-то подходит там, пернул на палец и говорит, понюхай, вот, вот человек, да, там, прикол с пердежом, ребенок, и кто-то уже говорит, в чем смысл жизни, почему вот этот придурок, кстати, с пальцем в заднице подошел ко мне и вот это, нахер вы меня сюда притащили, не хочу я здесь вообще быть, это что вообще, что за стадо вокруг, понимаете, такого ребенка, вы думаете, что делаете ему хорошо, а ему нехорошо, вы ему только все портите, он спокойно, отлично, уверенно, может быть, один, есть люди, которые самодостаточны, ну, например, я тоже самодостаточный человек, мне не требуются какие-то, знаете, с кем-то там посиделки, или я там с кем-то не увижусь или не встречусь, там, друзья, или там рыбалки Бухалова, типа, мне станет херово, да мне насрать вообще, просто, понимаете, вот я вам скажу, вот я дева по знаку зодиака, и у меня такой типаж, что я, если со мной люди, которые не того уровня общения, не могут размышлять на моем уровне, и не могут как бы хотя бы проявить в эту сторону движения, мне с ними неинтересно, я проявлю уважение, есть такая ситуация, что придется там с ними сидеть, да, буду сидеть, там общаться, все дела, вот, но мне это неинтересно, а чтобы я, например, сижу дома один, хоть я не знаю, целый год буду сидеть дома один, изучать в интернете определенные вещи, заниматься семьей, и все такое, и я там, не знаю, не встретился с друзьями, или там не побухал, мне там частенько говорят, Эдгар, что ты никуда там не ездишь, что ты, я говорю, в вашем понимании куда ты ездить, это что, с кем ездить, и куда, и что там делать, ну, я не знаю, развеяться, вот у людей разное понимание развеяться, я говорю, в твоем понимании развеяться, это что, основная часть таких людей, которые такие вопросы задают, развеяться, это посидеть, поболтать ни о чем, бухать, или там, я не знаю, на рыбалке поторчать, для меня это просто какое-то, это пипец, короче, это просто, я не знаю, сходить, например, я не люблю футболы, всякие спортивные мероприятия, это, там нету информации для меня, понимаете, для меня скучно, там, где нет инфы, в любом формате, если этот футбол ни к чему не приводит мою мысль, мне это не интересно, если, есть типажи, которые тащатся, у меня есть родные, близкие, знакомые, которые не пропускают ни один хоккейный вот этот матч, знают всех спортсменов, что, когда, а по мне это вообще, вот лично, мне это неинтересная тема, потому что одно и то же, одни, вообще, бесконечно все друг друга что-то там побеждают, что, мой мозг не получает информацию, что из этого, ну, ты победил или ты победил, мне насрать, кто победил, вы что, к чему это вы делаете, вы улучшаете что-то, вы приводите, что, мой мозг не получает новой инфы, поэтому спортивные мероприятия мне неинтересны, люди, которые не могут размышлять, открывать новое, тоже мне неинтересны, и если я упираюсь в такую штуку, что, ну, нету таких людей, с кем можно общаться, с которыми можно о чем-то поразмышлять, мне не грустно, я не впадаю в какие-то ситуации, где там, ой, никого нету, друзей там нету, или там, я на матче не хожу, или еще чего-то, вообще просто насрать, понимаете, для меня пытка, если я буду так сидеть, где мне никакой инфы нету, а я там сижу, ну, мяч ли бежит туда, потом мяч туда бежит, шайба летит туда, шайба летит сюда, блин, сейчас кто-то слушает, да как так-то, Эдгар, да футбол-то там, понимаешь, там, и вы начнете перечислять, как там классно, в вашем случае классно, я сейчас не говорю, что я лучше или хуже, или вы лучше или хуже, это ничего не значит, это единственное, что значит, я такого типа человек, вы такого типа человек, и вы можете, исходя из того, как вы, что вам нравится в этой жизни, так определять, кто вы, и как бы не надо ломать себя и переделывать, вот, ну, не нравится вам футбол, хоккей, если кто-то вам говорит, о, хоккей, я хожу, классно, там, спортсмены, тот, что-то перечисляет их там, все, говорит, слышь, братан, досрать я хотел на этот футбол и хоккей, вообще на это все, не нравится мне это, не надо придумывать, ой, да, мне тоже, может схожу, может со мной что-то не так, да все с вами в порядке, все с вами отлично, если вы срать хотели на футбол, с вами все в порядке, если вам нравится футбол, он охеренный, с вами тоже все в порядке, вам нравится эта тема? Идите и делайте. Нравится смотреть футбол? Смотрите футбол. Ё-моё. Поэтому человечество определенные характеристики имеют. И это, я думаю, прям есть конкретные типажи, какое-то их количество. Ну, например, там 10 типажей человек существует по программам. 10 программ. Вот. Одна программа будет ненавидеть футбол. Другая программа будет просто тащиться по футболу. Другая программа будет изучать новое. Третья программа ничего не хочет изучать. Вообще не нужно. Но у каждого есть свой плюс для определенной задачи. У каждого есть минус. Но в зависимости, где они находятся. Если моя программа, которая не любит эти все футболы и хоккей и все такое, поместить меня туда, я там бессмыслен. Я вообще, я буду сидеть и ненавидеть все это состояние. Мне неинтересно, я бы лучше изучил что-то новое, вложил туда бабла, сделал еще больше денег, блин. Купил вот такой себе аппарат, блин. Вот. А люди, например, некоторые, ну это, видите, я сейчас буду говорить то, что я есть. Какой я есть? Как бы я сделал? Вы по-другому, может быть, сделали. Но по моей психологии, когда я нашел самого себя, если я не люблю футбол, я буду находиться там, я буду тратить время на то, что мне не нравится, и я не понимаю, как из этого сделать деньги, ё-моё. Как из этого вы... Что? Что? Ну, гоняйте вы шарики туда-сюда, там, мячики. Как это... Что это мне даст? Я могу себе, я не знаю, телефон купить новый за счет этого. Никак. Кто-то скажет, ну я там расслабляюсь. Где не надо расслабляться? Это, например, тебе надо расслабляться. Поэтому и в садике тоже не каждому надо, блин, вот это вот общество, социум, чтобы поумнеть. Есть люди, которые уже в состоянии садика, уже умнее, чем все это в этом садике. Поэтому этому человеку не нужно это. Он посидел, что-то поизучил и пришел к тому, что сделал себе в жизни какую-то определенную выгоду, какой-то шаг к новому. И из-за того, что людей запутали, а люди попутали в этом плане, не понимают свое состояние, вся система построена на дурдоме. Просто бардак, один большой бардак. Все крутится вокруг этой темы. С самого начала запутать всех, чтобы потом на этом иметь бабло. Вот и все. Потому что, если с самого начала каждому человеку, каждого человека определить, кто он по программе, на что он способен, и не говорить ему хрени всякой, типа, ну не способен ты, ты не будешь никаким там космонавтом. Что ты херней страдаешь вообще? Зачем ребенку втирать то, что ему ну нахер не надо, блин? Вот просто есть такие родители, они по жизни, например, я не знаю там, директора чего-то кайфуют с этого. Или кто-то предприниматель кайфует с этого, движухи там наводит, все. А у него ребенок, который говорит, а я хочу, я хочу с деревом работать хочу. я не знаю, токарем хочу быть и врачом хочу стать. Ты говоришь, да какой врач, там надо, вот движуха надо открывать, магазины надо, предпринимательство. Он говорит, не хочу никакие магазины, хочу быть врачом, людям хочу помогать, хочу разбираться в теле человека. Ты говоришь, да какого хрена, зачем тебе это надо? Ты будешь там в день и ночь в этой больнице, там, ну ты понимаешь, он говорит, ты такие классные штуки сейчас рассказывает. Я буду в больнице, там, буду людей лечить. А ты это рассказываешь, типа, ему говоришь, ну смотри, там вот так вот будет, вот так. Он говорит, ну да, да, говори, говори, я кайфую с этого. Ты это вроде как рассказываешь, как для себя трудность, а он воспринимает, как охеренно вообще, ну ты такие кайфовые штуки говоришь. горло чешется от того, что разговаривал. И получается, видите, если с детства люди запутанные, они не могут понять, что они другие, дети у них тоже другие, и что его ребенок, например, может быть не таким, как он хочет, но так как он пробился в своей жизни, возможно, нашел себя в виде предпринимателя, или в виде там президента, или в виде космонавта, или балерины, или врача, или еще кого-нибудь, то он будет думать, что надо его ребенка там тоже пихать, толкать в эту же сторону. Возможно, вы это попытаетесь своему ребенку дать, а он тоже такой же психологии так совпадет. И, ну, так сказать, повезло. Но это не везуха. Это просто этот ребенок тоже такой психологии. Получается, что изначально всех запутали, не могут дети сами самоопределиться по природе вырасти в правильных своих состояниях, делать ровно то, на чего они способны. И потом массово уже понимая, я осознавая, что каждый индивидуален, но к определенному психотипу принадлежит. Будут менять, все поменяется вообще. Подход к школам, как должны быть школы, что мы должны друг другу говорить, чему мы должны друг другу учить, какие советы мы должны давать, как должны быть, кто такие психологи, ну, и вот, какие... Вся система другая, понимаете, вся система другая. В школах система такая, что заталкивают ребенка, детей всех в один класс, один с большим количеством людей в классе в панику впадает. Такой психотип у человека. Другой кайфует от того, что он с большим количеством людей находится. Третьему вообще насрать на все, где он находится. Кому-то воздуха мало, другому клаустрофобия возникает. Он не может находиться в маленьких помещениях, потому что у него такой психотип, что это противоречит его состоянию. Он должен быть в больших пространствах. А кто-то не может на людях быть. Заталкивают детей на сценах выступать перед родителями. Какие-то дети со страху могут прямо, не знаю, описаться, обкакаться, впать в панику и получить травму детскую из-за того, что их заставили рассказать стихотворение перед большой аудитории, а их психотип на это не способен. Это ломка, это муки для этого человека, и вы ему ломаете с самого детства восприятие мира. Уничтожаете просто. А другой ребенок ждет, не дождется, когда он выйдет на сцену и так сделает, и сяк, и расскажет, и как стих выдать, что взрослые охренеют вот этот человек, тот типаж, которому нравится работать в театре, что рассказывать, показывать, его вообще он говорит, что так мало людей, почему не стадион, почему не весь мир меня смотрит, а кто-то, блин, два человека в зале, так много людей, я в шоке, как я сейчас не хочу, понимаете, вот, а что делают в школе, всех, как баранов, заталкивают в одно помещение, всем дают одну информацию, выравнивают по времени всех однотипно, у всех разное физическое состояние психологическое, заставляют учить одно и то же, и люди, дети, не способны, например, определенные психотипы учить, например, геометрию, нахрен им не сдалась геометрия, и они ее никогда не освоят, не усвоят, и потом выкинут это из головы, все, они только ее будут заучивать, пока до них докопались родители и учителя, а потом, как только школу заканчивают, в мусорку, в голове всю эту информацию, все, зачем учителя тратили время на это, зачем он на это время тратил, ломают детей, забирают у них время, когда этот ребенок мог свое время потратить на изучение того, под что заточена его психология, и он просто сожрал бы с большим удовольствием, ну, например, химию, но мозг у него ломается, когда он идет на физику, нафиг ему эта физика не сдалась вообще, но когда он там, не знаю, на химии или биологии, он такой, давайте еще, еще, хочу только на биологию ходить, хочу изучать, не знаю, лучше там, какой-нибудь ботаник может быть, он будет разбираться там, в природе, в деревьях, в листиках, во всяких штуках, и если там понадобится в будущем, он сам чуть-чуть и выучит эту геометрию между делом, потому что это касается его биологии, а чтобы лучше узнать биологию, он автоматом выучит и геометрию, если понадобится, но если это нужно будет в его жизни, а не потому, что ему впихивают эту геометрию, и наоборот, и вот мы получаем отличного биолога, какого-нибудь там, не знаю, ботана, отличного химика, физика, ну и так далее. Сами школы пространства нельзя, это неправильно сделано вообще, помещение, вот эти комнаты, двери, закрытые пространства, это все неправильно, так не должно работать. Если с детства дать возможность свободно как бы дать на самоопределение и родители такие уже в поколении, то это должно быть какое-то пространство, в котором человек заходит в это пространство, в учебное заведение и свободно выбирает то, куда он идет, например, в одной части в каком-то месте объясняет по биологии что-то и класс оформлен в виде биологии, все, что нравится биологам, я не знаю, ботанам, всякие там подразделения, химикам, например, или физикам, или кто любит черчения, архитекторы, заходят, а там всякие вот эти вот линии, сами комнаты, так, не комнаты, а пространство сделано, но оно все перетекает между собой, и ты, например, идешь в ту часть, где тебе нравится, тянет тебя туда, ты идешь, ты даже не знаешь зачем, как определить, какой ребенок, если сделать большое пространство, не разделяя комнатами, а просто визуально разделять, ну, типа там комната, где биологию изучают или еще не такое с природой, там много внутри прям, чтобы деревья росли, какие-то растения, все, что связано с этим, микроскопы, и вот эта вся фигня плавно перетекает в кабинет, ну, не кабинет в голове, постоянно эти кабинеты, комнаты прямо у нас вбили вот эту хрень, надо говорить пространство, вот, пространство уже, например, архитектора, ну, и вот так вот огромные места какие-то с такими пространствами, запускаете просто туда ребенка и ничего ему не говорите, вот куда пойдет в этом пространстве учебных пространств, туда и пойдет, если он, если он будет бесконечно ходить в сторону, где его тянет, где там чертит что-то, пусть туда ходит, понимаете, он будет туда ходить, 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 он упрется в то, тут скажете, а как нам буквы-то изучать, да, он сам придет к буквам, пространство, где будут буквы и цифры давать, но когда он будет в своем месте, где изучают черчение, дойдет до какого-то определенного этапа, где он поймет, что дальше не может понять, ну, вот тут зачем, ну, что тут, а там будет учитель этого пространства, он скажет, чтобы вот это уже надо чуть буквы знать, если я сейчас буквы изучаю, я дальше пойму, как нужно зачертить правильно, он говорит, да, и ребенок скажет, а где буквы, про буквы рассказывают, он говорит, вон там про буквы рассказывают, и он побежит изучать буквы, его не надо заставлять, он побежит, придет, с большим удовольствием выучит быстро эти буквы, и для чего, у него цель есть, для чего, потому что он там пройдет на другой уровень, он прибежит обратно, и продолжит изучать, и вот так вот каждый раз, когда будет упираться в какой-то переход, он быстро будет бежать и изучать то, что ему поможет для преодоления этого, и так люди стоят сильные, научатся преодолевать, будут делать то, что им нравится, не будут психовать в этом плане, будет свобода выбора, будет самоопределение, люди будут выходить из учебных своеобразных заведений, теми людьми, которыми они являются, будут максимально лучшие специалисты в тех областях, в которых они сами себя определили, свою работу будут делать охеренно, дома не будет никаких проблем, потому что каждый из участников семьи будет самоопределен, все будут делать хорошо свое дело, будут крепкие семьи, все будет намного все по-другому, не надо временные рамки давать в учебных заведениях, со стольки-то до стольки-то, да во сколько хочешь, приходи, когда хочешь, уходи, почему временная рамка, потому что, когда человек не хочет там находиться, его надо заставить, заставить, это как в тюрьме, с звонка до звонка, типа, вот до стольки-то ты вот здесь должен сидеть, это должен, 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 и он ненавидит, ненавидит и ненавидит это все, а когда ты ничего не запрещаешь, пожалуйста, можно я домой пойду, иди, и не надо спрашивать, можно, не можно, пришел, получил информацию, устал, иди, никто ничего тебе не запрещает и не разрешает, ты просто, вот учебное заведение, до вечера работает, потом, потому что всем спать надо по природе, закрывается, в это время, пожалуйста, приходи, если так будет для всех, то будут, сами дети туда потянутся, потому что никто их там ничего не заставляет, никто не говорит, да скольки можно, да в любое время приди, в любое время уйди, никто тебе ничего не запретит, тогда ребенок придет, все будут туда приходить, потому что запретов нету, они все будут выбирать, что они хотят, и все будет в этом плане уже психологически легко, знает, что можно в любое время уйти, он никуда не захочет уйти, потому что для него там кайфово, он нашел то, что ему нравится, а уйти охота, и не охота в школы ходить, потому что свободы, выбора нету, самоопределения нету, все временные какие-то рамки, комнаты, парты, не шевелись, не дыши, не перди, блин, хочу в туалет, блин, посрать, нельзя, урок идет, контрольная, да насрать мне на вашу контрольную, я срать хочу, блин, какая контрольная вообще, у меня тело говорит, иди, блин, в туалет, неужели, это не в приоритете, блин, есть же приоритеты, кушать, спать, отдыхать, сил нету, ну физически что-то происходит с человеком, у организма нету сил, давление там падает у ребенка, что-то происходит, у него обессилие, организм отрубает систему получения информации, чтобы спасти организм, он вырубает процесс мышления, и человек, ребенок не будет усваивать ничего, если у него на этот момент у организма приоритет, физически, что-то не так, давление упало, он не покушал, не выспался, почему детей с утра в школы гоняют, да, чтобы они были не выспавшиеся, ушатанные, чтобы у них не было сил, и так вгоняют их вот под систему контроля, дети не высыпаются, неужели непонятно, что, ну, попозже надо делать эти школы, ну, не так рано, зачем так рано всех поднимать, и взрослых зачем так рано, люди не высыпаются, что за херню придумали, всем с утра куда-то тащиться, блин, нету довольных людей с утра, два-три человека, которым очень нравится по психологии с утра просыпаться, вот эти люди скажут, что да, с утра так классно, утром проснулся, бог тебе там подает, пинка под зад подает другому, бог, хреново ему, он не выспался, нифига, блин, надо в 7 вставать, а вот если бы там, не знаю, в 7.30 проснулся, и он великолепно себя чувствовал, и весь день бы отлично мог функционировать, на полчаса раньше его будешь, блин, все, это вялая, тухлая, ходячая херня, зомби, блин, и у него весь день зомби день будет, блин, так вот, я думаю, что я внедрился, так, для того, чтобы вы поняли психотипы, вот это состояние, так вот, то, что переход будет до 2030 года у человечества, я размышлял раньше так, что думаю, нужно это всем знать, все переходы, да ни хера никому это, как бы не всем это надо, тем кому надо, они это знают, тем кому ну нужно это, рассказывают, я рассказывал, мне по кайфу это, и изучают, и рассказывают, вот, но и нужно понимать, что не все способны это понять, и это нормально, у меня много, как бы, близких, знакомых, там, да, которые, этого не знаю, ну, у меня брат, например, я отлично разбираюсь в технологии блокчейн, мой брат срать хотел на блокчейн, понимаете, вот просто, конкретно срать он хотел на все вот это, я люблю философствовать, а он срать хотел на философию, а вот, например, он отлично, может, ответственно делать, ну, я не знаю, определенные вещи, я в этом плане, вообще, ну, никчемный человек получится, если вот нас, ну, меня с братом поставить, решать, ну, не знаю, что-то создать, такое, что надо сделать, это, я, вот я раньше, например, все думал, вот у меня жена, например, она может, не знаю, шкаф собрать лучше меня, не в плане, там, кто сильнее, кто слабее, а в плане психологии, она кайфует, понимаете, кайфует пазлы собирать, всякие, короче, что-то, какие-то штучки, с чем-то соединять, находить, констру, вот это превращать в что-то, а для меня это просто, вот я даже хожу, говорит, вот надо шкаф купить, например, раньше я пытался, ну, я мужик, вот эту ерунду, вы понимаете, во всем путаницу сделали, и во всех этих направлениях у людей сбивается самоуважение, вот ты сталкиваешься, такой штукой, что, например, вот я ненавижу собирать всякие там шкафы, вот, сейчас вам сын пришел, продолжим чуть попозже. Завершу свое размышление, потому что прервался, надо, на данный момент, когда я вот сидел и снимал видео, у меня сын, ему 17 лет, и он на вождении, в общем, учится права сдавать, и в городе с инструктором ездил, а у меня было время, там, часик, где-то с вами пообщаться, вот, и он пришел, уже прервал, мы поехали, в общем, домой, сейчас я приехал домой, и хочу, как бы, добить эту тему, в общем, я там, вроде как, остановился на том, что маленькие дети, как учатся в школе, в чем суть заключается, да, посыл этого ролика, в общем, какая, то, что мир меняется, на сегодняшний день, и это видят не все, и не все увидят, вот, поэтому, те, кто хотят, и могут понимать, вы должны это понять, что до 30-го года мир поменяется, будет все кардинально по-другому, и если вы вдруг, например, начинаете это осознавать, начинаете рассказывать другим людям, и те вообще пофигу на это все, не слушают вас, или не хотят это понимать, то это, в общем, нормальное явление, даже не пытайтесь это сделать, вот, а мир, и он поменяется, потому что пришло то время, когда подготовка была предварительная к этому переходу, и сейчас сам переход происходит, в такие моменты люди начинают паниковать, кипишовать, в основном, это люди, которые не понимают, что происходит, в общем, вот эти все категории, одна часть вообще ничего не соображает, но вокруг все меняется, цены меняются, системы меняются, а они меняться не хотят и не могут, и это противоречит их, как бы, внутреннему я, то у них там возникает чувство страха, паники, непонимания, вот, это большинство людей, какая-то часть людей чуть-чуть-чуть, чуть-чуть буквально изучает и совсем маленькая доля людей соображает вообще, что реально происходит, таких людей очень мало, благодаря тому, что вы будете понимать, что вокруг вас происходит, вы можете более-менее, как бы, пройти процесс перехода, что это за процесс перехода, но тут очень много всего, я думаю, что эту тему подготавливали тысячелетиями, этот переход, рассказать в двух словах это не получится, но сейчас это уже происходит, интенсивный переход, это будет с 25 по 30 год, коснется всех, всего, во всем, вообще, хорошо это или плохо, это вообще не важно, потому что просто будет что-то другое, вот, единственный момент во всем этом мир можно было, конечно, построить по-другому, потому что я из тех людей, которые как раз таки протаптывает тропинки, копает информацию, понимает, что происходит, насколько это возможно, и меня интересует всегда новая информация, и своеобразно там заглядывание в будущее, увидеть то, чего еще нету или не показано, предугадать это насколько возможно, но я вижу, что даже сейчас с теми возможностей, которые у человечества есть, человечество живет в целом херово, и ну, мне не очень нравится современная система достижения человечества, то, чего мы якобы достигли, при том, что видишь как бы инструментарий человечества, что человек якобы изобретал, и уровень жизни людей, и вот этот весь бардак, и понимаешь, что тут есть какая-то обманка, кто-то этим пользуется, и кучу, просто огромное количество всякой разной тупости, почему это так, потому что также я пришел к выводу, что большая часть людей это как раз таки, ну, так сказать, вот эти самые работяги, которые не прокладывают дорогу, не изучают, они просто действуют так, как им сказали, какую информацию дали, и тут уже вся надежда на добросовестность как раз таки тех, кто дорогу прокладывает, кто путь показывает, кто за ручку человечества ведет в какие-то новые возможности, новые меры, по ходу дела с добросовестностью очень хреновенько в нашем мире, но та часть людей, которые большинство как раз таки простые рабочие, рабы, в данном случае больше подходят рабы, потому что просто, ну, тупо все не соответствует, если мы отмотаем на пару сотен лет назад не было там электричества, связи, каких-то возможностей, там, того же интернета, обработки данных, быстрое решение каких-то задач, и тогда люди жили в принципе, в принципе неплохо, прошло там пару сотен лет, изобрели такое количество инструментов, которые должны были привести человечество к тому, что нас уже не должно было вообще волновать понятие дом, машина, какая-то связь, вот эти вот гаджеты, телефоны, всякие штуки, это как типа, знаете, как обычное дело должно было быть, это не нужно было покупать, вообще по-другому нужно было уже действовать, я думаю, что человечество вообще способно на данный момент, если бы развивались по правильному пути, то совсем другой уже уровень бы развития был, а на данный момент, что мы видим, люди с таким инструментарием, который у нас у человечества сейчас есть, с такими достижениями, это достижение, понимаете, огромное количество разных стран, которые голодают, потом все пытаются себе целую жизнь потратить, чтобы купить какую-то квартирку, пещеру себе, какие-то гаджеты, вот эти все, которые вообще, ну, мусор, можно сказать, смотрим мы какие-то фильмы дебильные, просто фильмы по достижению каких-то успехов, ну, короче, фильмы про дебилоидов, получается, кучу всяких концертов, какие-то идиоты в труселях, там, в перьях, пляшут, и целые страны смотрят на этих дебилов, просто люди развивались, придумали тот же интернет, электричество, сотовая связь, вот это все системы, чтобы в итоге сидеть, миллиарды людей, смотреть, как один какой-нибудь ишак, какой-то чмо, пляшет на сцене, типа поет, при том, что, блин, столько голосов есть, действительно красивых, и там такой уровень есть у людей голосовых связок, да, а на сценах кто, всякие мудаки выходят, это даже не песня, непонятно зачем вообще это происходит, ну, в общем, люди заняты чем, смотрят какую-то тупорылую развлекуху, на сцене пляшут, прыгают, бегают, рассказывают одни и те же тупорылые какие-то вещи, шутки по кругу крутят одни и те же, сцены крутятся одни и те же, блин, одни и те же исследования, расследования, да, какой-нибудь в стиле подросткам дают Супермен спасает всех, вот, все в этом стиле тупорылая херня, взрослым там показывают где-то что-то случилось, кто-то что-то расследует, какое-нибудь дерьмо, какую-то проституцию, ну, короче, какое-нибудь такое говнище в этом формате. В театрах одно и то же по кругу крутят, тоже, якобы, это считается круто, но все это одно и то же, одна и та же жеваная жвачка, понимаете, вот, жуют, 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 одну и ту же жвачку, жуют, жуют, блин, у нас столько инструментов, столько всего в мире проблемного, вместо того, чтобы, например, решить какие-то серьезные задачи, которые перед нами возникают ежедневно, миллионы, миллиарды, триллиарды, мульти, дохриллиарды, тратятся на какую-нибудь шнягу, концерт какой-нибудь Бионс, где она там чего-то, одна какая-нибудь Бионс, или какой-нибудь шаман, или еще какой-нибудь мудак, пляшут, и что-то вокруг этого происходит. Кучу ресурсов человечество тратит, чтобы сделать концерт какой-нибудь спонтом дела поп-звезды, которая ни петь ни хрена не умеет, ничего, выходят и поют какую-то хрень, достигнем успеха, я там это прошла жизнь, достигну, достигаторы, короче, ну, какую-то чепуху, короче, рассказывают, я на районе там шел, достиг, вот моя жизнь, йоу-йоу, вот, одна часть рэперов вот такой чушь, женский пол там в сторону какой-то красоты, какую-то хрень рассказывают, поют, ну, ну, в общем-то, такое, понимаете, одна часть, небольшая часть человечества, вот эти, которые с понтом дела певцы, пляшут, голожопые, какие-то концерты делают, тратят огромные ресурсы на вот проведение этих концертов, огромная куча людей, блин, на концертах, на этих спортивных мероприятиях и из дома через всякие онлайн-трансляции сидят, блин, и всю эту херню смотрят, но тут же все в жопе, блин, у всех кредиты, чтобы квартиру получить нужно, не знаю, 10 жизней, что такое вообще для человека, по идее, дом, мы же этот этап, блин, уже люди проходили, почему мы засрали и испортили вот этот этап, если, как бы, проблем человеку не делать, в принципе, обычному, любому мужику, более-менее, который с детства, нормальный человек, ему дать какую-то небольшую территорию, он идет, и когда лес не испортили, рыбу в океане тоже не испоганили, не запретили, вот это все, мужик берет топор, идет и буквально дом может построить хрен с ним за год, а то и за месяц, а то за один день, если ему помогут, какой-то сруб сделать офигенно, из хорошего, там, не знаю, дерева, из дуба, да, из чего угодно, в общем, сейчас все испортили, поэтому нету ни топора, ни мужика, ни деревьев, а вообще спокойно можно было построить, поставить себе дом отличный, сейчас на данный момент такой дом считается какой-то привилегией, только для богатых, а раньше любой обычный мужик мог прийти вон в лес, нарубить себе, не знаю, дуба, и поставить себе дом, и этот дом прослужит пару сотен лет нескольким поколениям, посадить какие-то фруктовые деревья, будут давать фруктовые деревья в несколько поколений, и много чего так можно сделать, буквально один раз потратив, ну, грубо говоря, один год, а если еще и кто-то поможет, то вообще там вопрос в неделях, и вот мы с вами развиваемся, развиваемся, придумываем всякие разы развивалки, достигаем, достигаторство, нобелевские премии вручили в коммуни... всем, кому не лень, навручали нобелевские премии, всякие разные ученые, на Марс хотим лететь, и вообще, и в космос все, во все узнали, и в океанах все знаем, и в интернете это мы все знаем, блин, но чтобы теперь получить дом или квартиру, мужику, понадобится не то, что там один год, одна жизнь даже, надо несколько жизней, чтобы за ипотеку, за какую-то вонючую пещерку заплатить, да, там, однокомнатную, там еще и за машину, и за какие-то там гаджеты, а за пожрать я вообще молчу, да, там, какие-то яблочки уже стали золотые, их вообще, в общем-то, и почти нету, фрукты пахнут дерьмом, или вообще, вернее, не пахнут, вот, еда-не-еда, чтобы обычный примитив себе вопрос закрыть человеку, чтобы семью организовать, да, там, пещера, конь, какая-то пища, это было раньше для мужика, буквально там, я не знаю, вопрос одного года, с помощью родственников, вообще там, в пару месяцев этот вопрос закрывается, мужики помогли, дом поставили, быстренько сруб, я лично собирал срубы, и несколько раз, я вам могу сказать, что за несколько дней можно поднять сруб, если заранее еще и подготовить само, вот это дерево, кругляк там, и так далее, вот, а если там есть хороший мастер, то вообще махом можно это все сделать, ну, за год, в принципе, можно и дом, и деревья посадить всем вместе, и много чего можно обустроить, и все, и ты в этой теме живешь, блин, всю жизнь, этот дом, всю жизнь, один день в лес пошел, дом готов, все, один год, а теперь жизни не хватает, чтобы, ну, себе какое-то помещение, где ты можешь семью создать, там, туда привезти, и это наше достижение человечества, блин, ну, это вообще смешно, и при этом люди в тупнике находятся, одновременно себе противоречат, если человеку говоришь, слушай, ну, надо вот так, вот так, вот так поменять, чтобы в итоге человек не тратил, блин, жизнь на квартиру, а это происходило за год, он говорит, ну, блин, да, классно, вот за один год, да, чтоб всю жизнь столько не платить, и ты говоришь, ну, понимаешь, вот, вот те темы, которые сейчас происходят, так не должно быть, должно быть вот по-другому, тогда вот будет вариант, когда ты за год дом получишь, он говорит, ой, нет, 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 я отказаться от этого не могу, не знаю, вот, ну, нет, в общем, людям настолько впихали в головы современную какую-то систему, им кажется, что это правильно, например, там втюхали, что нужно вот детей гонять по этим всяким бесконечным каким-то школам, достигаторство, ребенок, а его общественность, коллектив, лучшие соревнования между собой людей, это нахрен не сдалось вообще, так мы ни к чему не придем, мы же, блин, зачем нам соревноваться, нам лучше просто друг другу помочь, чего-то сделать, но как только такое предложение я скажу, сразу же идет вот такой кипиш, да, я говорю, нужно отменить футбол и хоккей, и вообще все спортивные, вот эти дебильные мероприятия, как по мне, по той причине, что они тратят очень много ресурсов, времени отнимают у человечества, и на эти деньги лучше, это как бы закрыть вопрос бедных людей, закрыть вопрос, не год дом делать, а не за жизнь, а за год, например, вы, если посидите, посчитайте, сколько на эти спортивные мероприятия человечество тратит ресурсов в разных форматах, вот, не знаю, именно конкретно, в прямом смысле ресурс, как дерево, металл, чтобы вот это все, все эти шмотки, формы, аксессуары, здания, трибуны, цвет, вот сколько электроэнергии туда надо, вода, еда, вообще все подряд, сколько времени люди на это тратят, сколько людей после этих всех мероприятий делают всякие ставки, впадают в панике, потом платят психологам, там столько дерьма вокруг этого крутится, вот это все зачистить и отменить, останется такое большое количество денег, которое может закрыть вопрос, не знаю, какой там Африки, чтобы больше не было никаких вопросов, что в Африке что-то не так, или в Индии, все, все там нормально, а потом по цепочке у других нормально, других других, у всех все нормально, но нет, ты говоришь, давай отменим там футбол и хоккей, ну все, ты сразу для этого человека, редиска, плохой человек, все, и вот это тупизм, он не даст, как бы перешагнуть людям в другой этап, люди сами хотят и футбол, и хотят бесплатное, чтобы у них был дом, но у них есть футбол, и вот эта жопа мира, которая ты будешь там всю жизнь париться, чтобы получить какую-то пещерку, и вот как можно быть довольным современным развитием человечества, это что за херня такая, люди тратят столько ресурсов, энергии и вообще всего на добычу простейших вещей, которые вот буквально пару сотен лет назад у обычных людей уже было, почему мы не сохранили этот подход, что один мужик может спокойно поставить дом за один год, и вопрос дома закрыт, посадил сад возле себя, вопрос сада фруктов закрыт, в мое детство везде были фрукты, на улице росли, сейчас нету на улице фруктов, их убрали, дом построить просто так, пойти там в лес, ну не знаю, получить, не получи, это сейчас везде все получить, да получить, а раньше иди в лес, вон наруби себе, блин, дерево и сделай себе дом, и все, дерево было завались, только вот желание, чтобы это сделать, при том, что блин, круговорот рост растений, это просто охренеть, за 2-3 года природа может восстанавливать себя в таких объемах, вот это все, что же рассказывают нам, не хватает воды, еды, вот это все херня полнейшая, вы одну семечку сажаете, а на подсолнухе там тысячу семечек, вы посадили дерево один раз, у вас всю жизнь будут яблоки, посадили, не знаю, сразу одновременно во дворе, 5-10-20 деревьев, в принципе, сложности в посадке деревьев никаких, грандиозных нет, и пусть какая-то вероятность, какие-то там замерзности, с каким-то что-то не так, но в целом, у вас будет фруктовый сад, и он будет всю жизнь потом досаживать периодически, чтобы какие-то яблони, что-то не пошло не так, какая-то ураган, там или еще что-то, но это все вопрос закрывается, и это не трудозатратно, но дом ставишь один раз, деревья сажаешь в принципе один раз, и у тебя большая часть процентов 80 потребностей закрываются, все, потом остальное время уже тратишь на какие-то доработки, семейные вопросы или еще чего-то, и это все приводит к тому, что люди психологически будут спокойны и стабильны, потому что ты не переживаешь за каждый день, там за какие-то вонючие ипотеки, где пожрать взять, где яблочко ребенку принести, яблоки под носом растут, дом поставил, и там пару сотен лет вообще можно не париться, дома, вот срубы, хорошие срубы, могут несколько сотен лет простоять, и великолепно себя чувствуют просто, дома из того же дуба, кругляк большой, могут стоять несколько поколений, отличные дома, просто шикарные, экологические, получается один мужик, потратив буквально там год своего времени, даст возможность в 2-3 поколения жить в доме, один мужик, один год, 200-300 лет можно пользоваться этим, один мужик, один год, посадил деревья, блин, поколениями можно пользоваться, есть деревья, которые по 500, по 1000, по 2000 лет живут, каштан, например, 2000 лет может жить, дерево, есть ореховые деревья, там сотнями лет, по 500, по 1000 лет могут жить, все, у вас в несколько поколений, блин, охренительные вещи есть, это все мы, значит, просрали, якобы придумали какие-то новые технологии, Нобелевских премий нараздавали, и теперь мы все развились до такого обалденно-охренительного состояния человечества, что дом уже не можем себе позволить, какие-то кредиты на миллиарды лет, машину купить, да хренушки тебе, блин, заколебешься на нее зарабатывать, да, каждый гаджет это проблема, еда, блин, идешь там яблочко добыть, которое яблоком пахнет, тоже уже встает проблема, да, вся еда какая-то вонючая, деревянная, тупорылая еда стала, и это уровень человечества, понимаете, в чем прикол, получается, мы в какой-то момент просрали настоящее развитие, и пошли в какую-то сторону, какой-то херни, и как по мне, на данный момент, имея такие возможности, такие ресурсы, такие технологии, которые сейчас у нас есть, да, да, это же пипец, можно столько всего сделать, но на моем опыте, я вам скажу, люди не будут делать, у меня, например, на районе, у нас закрытый поселок, здесь 130 домов, и я тут так оказалось, что, ну, как бы, типа, давайте, ребята, это сделаем, давайте, то закрытый чат, вот это давайте, 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 вот, из этих всех домов, ну, буквально на пальцах пересчитать, два-три человека, что-то хотят делать, ну, такие временные явления, но если лично им, что-то, что-то в этом перепадет, что-то типа такого, а таких людей, что прям, давай, Эдгар, будем делать, я до конца, даже если мне ничего не перепадет, один хрен, я буду это делать, таких людей, в общем-то, нет, и это, блин, целый поселок, представляете, вот, разные варианты, как бы, предлагал разные вещи сделать, и при этом, представляете, вот 130 домов, каждый скидывается, собирал деньги детям, чтобы на площадке улучшения сделать, всякие разные скамеечки, штучки, там, купить, чтобы в поселке, там, у детей, как бы, благоустройство было, посадку деревьев, организовал, еле-еле вообще, кого уговоришь вот на это, а по идее, что в год раз, я говорю, давайте в год раз, не каждый день, не каждый месяц, в год, гребаный год, один раз, тысячу рублей, каждый житель скидывает, это 130 тысяч, и мы покупаем что-то в поселке, допустим, детям, покупаем новые, какие-то скамейки, что-то, я не знаю, что угодно, деревья закупаем, сажаем, добавляем фонтан, делаем еще чего-нибудь, тропиночки новые, короче, какие-то, что-то делаем, каждый год, просто скидываемся, самое примитивное, вот это тысячу рублей, каких-то, еле-еле там, что-то пособирал, что-то сделали, и то это все уже, вон, почти сломали, нахрен, вот, а потом я уже самостоятельно начал просто сажать деревья, вот каждый год сажаю деревья, минимум по 100 деревьев, каждый год я от себя, их выращиваю, проращиваю сам, материнские деревья мои, здесь растут, специально выращиваю их, а потом их на части черенкую, и 2-3 месяца за ними смотрю, создаю уже готовое дерево, и хожу просто сам один это все высаживаю, люди проходят мимо, такие, ой, да, классно, бог, помощь там, тебе все помощь, то помощь, но никто не скажет, Эдгар, у тебя нету больше лопаты, давай я помогу, вместе посадим, или сейчас подожди, я лопату свою притащу, ты что тут один сажаешь, мы вместе посадим, нет, бог, помощь, всякая херня, но главное, что, ну, ты молодец, конечно, но нам туда, мы уходим, при том, что это, как бы, их поселок, все вот это, как бы, этим будут, и они пользоваться, я уже хрен забил на это все дело, ну, в смысле, отношения людей, я хочу окружающую среду красивую, поэтому выращиваю эти, блин, деревья, и высаживаю, и каждый день, каждый год, ну, и каждый день, они все больше, 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 все красивее, красивее, люди ходят, любуются, так классно, через лет 10-15, будут просто шикарные, большие деревья, все эти деревья я посадил, прикиньте, один человек, ё-моё, я один, это сделал, я это все еще делаю, разные варианты пробую, как-то с кем-то договариваться, давайте, а улучшим, а то, а давайте фруктовые посадим, чтобы дети ходили, фрукты, как у меня в детстве, ели, 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 уговорил, из 130 человек, скинулись 30 человек, я говорю, фруктовые деревья, давайте закупим, по 1000 рублей, скиньте, 30 человек, скинулось, я добавил сверху своих, поехал, купил фруктовые деревья, и посадил, половину из них сломали, грустненько, конечно, ну ладно, вот что-то там осталось, вот, и при этом, те деревья, которые уже, какие-то дали плоды, прям при мне, дети налетали на эти деревья, ой, что это можно кушать, представляете, вишню не видели в живую уже, дети не видели вишню в живую, как она выглядит, черноплодная рябина, а это можно кушать, я говорю, можно, и бам, и нету там ничего, яблоки не успеют вырасти, маленькие такие зеленые яблоки, все сразу съедают, грушу, яблоки, ну, разные деревья посадили, вот они выжили, там уже какие-то яблочки появлялись, зеленые дети съедают, а если бы все скинулись, и побольше посадили, и лучше бы относились, поливали, всем похер вообще, никто ничего не поливает, я же не могу, блин, все это один поливать и делать, на это все же надо время, тоже это, как бы, я же не терминатор какой-то, рассчитано, что как бы люди, к чему я это, это мой личный опыт, и это многолетний опыт, здесь, на районе, где сейчас у меня дом, я уже шесть лет живу, новый поселок, хрен вы что договоритесь с кем-то, разные люди, разные национальности, но хренушки, в итоге, я для себя сделал вывод, я же блогер, и у меня очень много разной аналитики, обратной связи, из разных соцсетей, с того же ютуба, я как бы вижу и читаю, и смотрю, как люди отвечают, в основном, у всех одинаковый подход ко всему, одинаковые вопросы всегда поступают, одинаковые психологии у людей, большинство однотипные люди, я это уже для себя давно понял, и каждый год, я все больше и больше убеждаюсь, что вживую, что через интернет, все однотипно, все рабочий класс рабы, можно сказать, и вот говорят, типа, о, там правительство, правительство, да правительство, если бы вы захотели хотя бы что-то делать, я не знаю, в деревья посадить, правительство, я думаю, не против, люди не хотят это делать, понимаете, я раньше тоже думал, ну, наверное, правительство, чего ж они там, не помогают, чего ж, вот, ну, вот как, вот это вот все, знаете, это вот болезнью заражают с детства, и ты такой, все, вот кто-то там виноват, а потом у меня потихонечку отошло, когда я начал сталкиваться с самими людьми, я говорю, ой, да хрен бы с ними, с этими правительствами, вот мы можем сейчас скинуться по тысячу рублей, и пойти купить, блин, целый лес, посадить здесь деревья, вырастут и кайфовать, при чем тут, вот при чем тут эти всякие региональные, или еще какие-то, это там власть какая-то, мы можем скинуться и что-то сделать, можем, можем, что ты, тысячу рублей, блин, каждый месяц люди на сигареты, на бухло, пойдут бухла, купят, вообще нехер делать, на тысячу рублей пивка наберут, ну, не пей ты в этом, сегодня только, например, или в эту пятницу, давайте купим, например, деревья посадим, нет, тысячу рублей, тысячу рублей, ты что, жалко, блин, какой-то вонючий тысяча рублей, который закроет вопрос жизни, вы понимаете, как все работает, раньше один год, и на несколько поколений дом, буквально тысячу потратил, и у тебя, на всю жизнь тебе, и твоему ребенку, будет дерево, тенечек, кайфовое ощущение, разгрузка, психологическое спокойствие, и много-много чего дерево может сделать, нет, ни хрена, а я говорю, нас много, 130 домов, по тысячу рублей, у нас каждый год, и вот так вот можем, можем в рай превратить, наш поселок можно сделать золотым, это я только про тысячу говорю, ну, например, каждый год выделять, или каждый месяц по тысячу рублей выделять, ну, типа, абонентская плата, какой-нибудь фигни, считать, что ты абонентку куда-то платишь, каждый месяц, там, не знаю, по 100 тысяч, и в поселке красивые скамеечки, урны делать там, места, какие-то развлекательные штуки для детей, озеленять поселок так, чтобы прямо джунгли были красивейшие, фруктовые сады были, это можем мы за какие-то вонючие копейки, по тысячу рублей, может, понимаете, мы можем это, я это предлагал, я это пробовал, и люди не хотят, не хотят люди, им проще пойти купить бухла, сигарет, и жаловаться на правительство, вот, поэтому в этом плане, я уже даже, наверное, больше за правительство, чем за обычных людей, а раньше наоборот, все было, я думал, да, засранцы там, что-то, что-то, а сейчас что-то смотрю, блин, кто тут засранцы-то, говорю, давайте, ну, посадим там, вот, я говорю, даже вырастил, помогите посадить, ни хера, никто не поможет, блин, идешь, сажаешь, мимо, проходит, бог помощи, вот, бог прям, лопату возьмет, придет и мне поможет, дерево посадить, блин, может, не бог помощи, а ты лопату возьмешь и поможешь, нет, ни хера, все мимо пройдут, мимо проедут, знают, что я делаю, но не помогут, вот, как бы, все меня посылают к богу, как-то бог должен надо следующий раз сказать того бог то он давай бери лопату идем помогать будешь а то эти люди все мимо проходят ну короче я уже хрен забил на вот это помощь я просто это дело потому что я так хочу чтобы было красиво а там что эти люди помогут не помогут насрать вообще поэтому человечество на уровне дебилизма находится и это даже не совсем в правительстве дело в самих людях люди даже не хотят заложить основу если бы люди двигались в сторону вот такой вот такого отношения ну вот если бы люди хотели чтобы вокруг были фруктовые деревья я не думаю никто не сможет помешать людям сделать вокруг себя вот эту красоту что правительство придет скажет убирай деревья если блин все люди захотят посадить деревья на улице красоту наводить правительство это работники людей люди блин этого не то что не понимаете им пасе пофигу на все так что я думаю что в большинстве стран ровно такая же фигня туда-сюда там плюс-минус где-то типа лучше хуже люди живут где-то возможности типа больше отсюда ваннуют что там в америке хорошо в америке но и что там хорошо тут хреново там хорошо короче чё там поедешь скажешь давайте деревья скажите в тебя в жопу пошлют и чё здесь будешь сажать то же самое типа бог помощь вот такая херня какая будет блин никто не возьмет лопату сажать не будет вот всех к богам посылают куда-то вот кайфуют с этого поэтому сейчас будет определенный переход до 2030 года вот и получается этот переход ну типа как бы хорошо как по мне так это детский сад как для людей так это какая-то уже паника ой что происходит в мире повылатели всякие разные там персонажи там рассказывают это с психологической там приходит белый царь что-то ванги нострадамус и всякая херня такой переход мы должны эмоционально готовиться вы просто вот тупо бездельники ничего грандиозного то в общем то не происходит мы настолько отстал и от действительно настоящего развития что то что сейчас происходит ну хотя бы что-то пусть блин происходит потом и вообще превратимся скоро наверно блин реально в конкретных аборигенов блин ну хотя бы это развивается хотя бы понимаете но как по мне мы на уровне дебилов человечество потому что вся наша энергия тратится на тупорылые кино песни слушаем сами детям показывают тоже противоречие мультик такой ездил муравей с гитарой все лето песенки пел а все строили готовились к зиме а потом когда пришла зима муравей обосрался потому что блин на улице холодно до жопа то прилипает блин а к морозная морозный денек то к сосулькам и вот это вот смотрите дети вот такой мультик вот муравей вот все лето ничего не делал и вот смотрите вот получил результат а вы какого хрена тогда ровно то же самое делаете чего вы детям то показываете сами нихера ничего не делают а потом человечество в целом ровно такие же такой же муравей с песенкой как по мне человечество примерно вот такая же фигня поэтому когда смотришь когда люди показывают примеры вот муравей вот вы должны из этого мультика взять пример это улучшает человеческое как бы ребенка знание он будет такой добрый хороший бла 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 а потом я сажаю дерево от ребенок и их родители проходят игру вот дерево сачок делать дерево сажал бог помощь так чем вы от этого муравья отличаетесь да никто не скажет где лопату от груди есть вторая лопата но она вообще во всем так чё бы ты ни делал везде тебя к богу посылают вот и весь расклад а если бы я сказал он бухаю у меня есть вторая бутылка о сразу присоединились бы вообще без базара вообще сразу тут же а дерево посадить ну это так как бы до команды на ночь это вот начинается вообще в общем человечество это большие дети нытики в основном слабые люди ничего не хотят делать всех к богу посылает только что-то типа такого вот и как бы весь расклад куда человечество идет я не знаю если честно вот в жопиня какие-то с таким подходом если делать логичный вывод то получается если раньше мужик мог себе и на и три поколения вперед за один год сделать дом а на сегодняшний день это умение мы просрали то теперь современный мужик за одну жизнь не может сделать дом но при этом считаются как бы все про это трендят что мы какие-то супер достигаторы мы уже и в космос слетали и на марс вот стремимся вот илон маск вот там вася петечкин все такие герои вот миллион нобелевских премий энштейны шменштейны вся эта херня в общем столько всего нас создавали такие чтобы прийти к тому чтобы просрать когда ты можешь за один год сделать дом просрали но зато все такие прям на нобели тогда логично действие следующее поколение столетия если мы тогда могли за год дом сделать теперь за жизнь нам нужно дом сделать то следующая этап это мы вообще не сможем дом сделать а еще пару поколений вперед то мы значит идем к состоянию аборигенов мы тогда придем наверное к природе ну может кстати в этом есть какая-то логика вот типа потихонечку так мы все останемся на улице уйдем в лес будем бегать голожопые и потихонечку придем к природе помним что такое природа научимся делать костры из палочек вот так вот разводить вот огонь и потихонечку опять придем к тому что мужик может сделать дом за один год в лесу может к этому все идет не знают напишите как вы думаете ну логика ну реально получается такова что мы идем к деградации но это точно не развитие но из того что сейчас есть как бы из развития в основном развиваются получается технология и люди в этом разбираться уже не хотят вот прям я вижу вообще разбираться не хотят когда еще был первый какие-то технологии люди еще чуть-чуть как-то всякие там радиоэлектроника вот такие моменты там где-то какие-то ламповые телевизоры еще что-то где-то как-то что-то да и пытались разобраться потом появилась с программирования интернет программирования вот на уровне программирования большая часть человечества хер забил на это все уже с этого момента уже началось отставание потом программирование усиливается сейчас появился блокчейн потом квантовая технология раскачается и все сейчас я понимаю что на этапе перехода на блокчейн технологию человечество жестко уйдет в аборигенство и в отсталость и четкое разделение начнется там какое-то небольшое количество людей будут разбираться в этом все остальные просто дуб дубом будут и раньше хотя бы когда интернет появился люди еще между собой как-то говорили про это что вот интернет вот такая штука но что-то да как ты можешь что-то про это сказать они о да прикольно что-то теперь дошли до такого что я говорю блокчейн биткоин технологии вот такие антики посрать что это зачем ты нас грузишь этой херней это фигня все при том что уже всех их гаджеты все системы все переходят на эту игру искусственный интеллект чат g5 что это да нам пофигу да зачем она надо у нас калькулятор есть и пойдет столбиком умеем считать и и нормально в школах до сих пор учат столбиком считать и главная отмазка что нужно самому это все дело уметь вот так вот считать чтобы быть очень очень развитым умным это развивает мозговую какую-то деятельность игру блокчейн все тупняк ваши столбики уже не помогают понять что такое блокчейн не работает это так настолько быстро это все развивается что ваши столбики на хрен никому не нужны остались к на каком-то уровне вот и не знаю рукой тексты писать столбики где детей в школе учат блин вы чему уже в детей учите в школе уже столько всего блины искусственный интеллект до тридцатого года закроет вопрос огромного количества всяких разных направлений а детям до сих пор не объясняют тут пришла у меня дети учатся на домашнем обучении семейное образование подружки у нее есть которые приходят в школе учиться игру в школе ты грузнаешь подружку ее спрашиваю там у них что-то 6 класс девочка игру несколько подружек всех спросил игру знаете что такое чат g5 искусственный интеллект нет не знаю у меня уже дети знают уже телефон установлено уже несколько искусственных интеллектов они этим всем уже пользуются нам груз знаете что это нет школе кто-нибудь заикался про это нет я им объясняю короче показываю функционал показываю как это работает они офигели от того что умеет тот же чат g5 по как это поставить установил все я говорю можете между делом как бы потом мне как бы дать информацию все-таки кто-то про это говорит может вы просто не понимали не слышали потом тоже пообщался горит нет никто проект не говорит я не показывают что вот есть такая штука никому не интересно я думаю вот это да вот это поворот мне был блин в действии такие какие технологии показали интернет или телефон показали бы что можно звонить куда-то я такой ну и чем ни хрена себе блин у нас там жвачка новая вышла у нас блин я все про это уже знал заранее дэнди какой не появилась там я все знал вдоль и поперек я дэнди разбирал собирал там джойстики у меня глючили я срезал эти провода открыл при припаял провода внутри нашел он то там классе я не знаю был тоже шпана и внутрь джойстики припаял внутри в этом и они больше у меня не глючили не знаю вы так делали нет но большинство делали как приставка вот это дэнди лежит вот этот штекер куда включается эта стыковка она глючит и люди на это вложили книжки еще чего нибудь чтобы они сгибались и внутри контакта работали чтобы джойстик проводной работал геймпад а меня это так запарила короче что вот это не работает когда в нужный момент надо нажать его у тебя не контакта нет я короче срезал основной переход посмотрел куда какой провод подключается куда идет все это записал разными цветами карандашей потом срезал провод каждый цвет паяльником припаял открыл внутри геймпады к дэнди внутри и у меня ноль глюков а потом из этого сделал деньги блин потому что когда ко мне приходили пацаны и видели что я такую фигню делаю теперь эдгар можешь сделать игру покупаете мне вот такую-то вот игру новый картридж ну например там контроль и еще чего ничего у меня не было в руку пить и этот притаскиваете свой дэнди завтра заберете уже в таком состоянии новом и они мне приносили я доставал короче я уже схему нарисовал они все одинаковые большим просто за пять минут припаивал закрывал на следующий день от овал и у меня был новые поиграть короче новая игра на халяву все вот так я получал новые игры в тот момент вот а сейчас показываешь даже взрослым горишь вот чат g5 вот так вот работает такие да посрать дума нифига себе вот это поворот вот это поворот конечно мне бы так в детстве такие технологии показали в общем мы дошли до уровня отупения при том что все кто тупеют они думают что они очень очень умно развиваются якобы они там детей чему-то учит к чему-то придет но в итоге то все работают грузчиками в пятерочках и таксистами но что-то типа такого что за сильное такое старание вот в этих школах а потом не знаешь куда ребенка дети да где он будет работать садик школа институт вагон кружков бесконечно утро вставания куда-то тащить миллиард раз за это время детей вынос мозга и себе и им переживания соревнования кто ты кого-то побеждает кучу медали грамоты вот наш ребенок вот он вот он миллион раз по жопе получил и похвалили это еще в итоге где ваш ребенок в пятерочке кассир блин из миллиона одному повезет будет директором пятерочки или где-нибудь в сургуте будет работать в тайге в газпроме там тоже если повезет ну что-то с нефтью связано что но ты это ты пол жизни свою семью не видишь и остальная пол жизни это ты с медведями общаешься потом ты бухаешь куришь и на рыбалке сидишь что-то типа такого вот и все ну и на хрена надо было вот столько вот этих вот всех развивать социум кружки чтобы потом в тайге с медведями в социуме сидеть что я и чё-то не видел никого что школа вот этот весь социум к чему-то с людьми не может общаться что блин бухать с кем-то нужно прямо умение какие умения где выходишь на район блин для детей ничего нету просто шляются по району все дети как аборигены ничего такого нету какие-то две-три клетки поставят там футбол гонять и это и есть развитие детей отмазывают типа вот вам клетка тут прыгаете тут бегаете из угла в угол а вот здесь значит сидите о развитие цивилизация клетка может быть в каждом бы районе вы бы сказали что ты предлагаешь ну самые простейшие вещи которые мы можем сделать каждый в каком-то своем небольшом поселке или каком-то районе или в каком-то городе или в каком-то квартале чтобы хватило на количество детей самый как как бы простейшие не усложненные вещи которые требуют прям сильных перемен все скидываются по какому-то вы за по 1000 рублей там сколько прикиньте на районе сколько людей живет все скидываются ну например вот у нас на районе насколько я знаю там что-то около десяти тысяч людей или эти 10 тысяч людей по 1000 рублей скидываются же охренеть просто да вот смотрите чтобы у вас цифры в голове до были давай калькулятор что не хочет выходить а вот он чтобы вам видно было не знаю показывается нет вот смотрите вот берем 10 тысяч людей и умножаем на тысячу рублей получаем сколько тут нулей 10 миллионов это по 1000 рублей один раз наш район скидывается и мы на эти 10 миллионов ответственно например строим какой-то комплекс который будет бесплатный из этих же денег или потом как абонентская плата все там по 100 рублей каждый месяц скидываются чтобы обеспечить электричество отопление или еще чего-то или вообще государство например такие помещения отапливает свет дает из этого денег не берет потому что это дети этого государства например для них делаем так на эти 10 лямов строим какое-то огромное помещение в котором будут свободной форме какие-то развивающие вещи неограничивающие детей какие-то пространство для размышления пространство для общения пространство для каких-то определенных там ну это тоже нужно продумать чтобы это приводило к свободному мышлению и к саморазвитию и сброса депрессивных состояний чтобы суть такая что любой ребенок который хочет хоть с этого района хоть другого хоть откуда просто ребенок самое главное заходит в это помещение и там определенные разные пространство ничто ни от чего не закрыто все открыто все едино переливается в какой-то определенные типа тут что-то про ботанику там пошло новые технологии там еще чего-то еще чего-то и все вот в этом пространстве находятся ребенок заходит в это пространство и там проводит столько времени сколько ему нужно общается какие-то изучает новые вещи для себя пробую тебя в чем-то ну вот какие такие штуки и туда выделяются определенные взрослые люди которые следят за порядком за обучениями какими-то и такие например помещения выделяет государство и охраняет эти помещения потому что там дети и как говорите не дай бог кто-то к этому помещению подойдет и попытается что-то сделать блин чтобы таких людей просто вот так вот вот так вот их чтобы вот со всех сторон вот так что все общество знала что к таким помещением подходить и что-то делать нельзя их будут вот так вот понимаете везде всегда каждый будет их так это будет ну что-то типа знаете вот святое место святые места своеобразно где дети и туда вообще даже даже чтоб ты не подумал что-то не так сделать с этим местом чтобы даже у кого-то мысль появилась что он хочет что-то пойти навредить чтобы он сам себе вот так вот въехал вот чтобы общество настолько эту мысль внедрилась чтобы просто оба срывались от одной мысли что пойти туда чего-то в этом месте кому-то навредить если кто-то попытается в ту сторону пойти буквально что плюнуть или что-то сказать про это место плохое что-то там а вы говорится чтоб сразу нашли и вот так вот а вот так вот сделали все это будут такие места где дети будут ходить и получать определенные себе знания вот чем много денег в год по 1000 рублей если ты отдаешь это 10 миллионов с одного района в уфе знаете сколько людей живет 2 миллиона человек так 2 миллиона умножаем на 1000 рублей это у нас 2 миллиарда один раз город уфа по 1000 рублей каждый скидывается получаем 2 миллиарда миллиарда понимаете я могу отдать 1000 рублей и это для меня в принципе для даже самого даже для бомжа в принципе это не грандиозные деньги понимаете это не то что я должен сто тысяч отдать или миллион тысяча рублей ну не бухнуть один раз но не купить в этом месяце в два раза меньше сигарет купить все 1000 рублей один раз в год 11 гребаный раз и город может получить 22 миллиарда а на 2 миллиарда в уфе можно в каждый район такие помещения поставить бесплатные чтобы туда ли дети ходили бесплатно что когда у ребенка возникает мысль а куда пойти не на эти вонючие кружочки в каких-то тупых помещениях где дышать нечем а какие-то специальные помещения где озеленение определенное кислород там понимаете что ну ведь не знаю райские места какие-то сделать чтобы ребенок даже не спрашивал не говорил куда пойти что а что мне чем заняться ну а чё делать выходит на улицу чё пошли говно пинать что будем я может быть с но мы пойдем на стройке будем лазить там жопой на арматуру упадем сядем ну что-то типа такого будем ребенок выходит и он точно знает что в ближайшей шаговой доступности есть такое место куда все дети могут ходить и там много всего интересного и каждый родитель знает где его ребенок в принципе вот все дети там будут тусоваться закроется все вопросы вообще сразу снимется вопрос а как развлекать детей что делать как им развиваться все там вопрос социума развития депрессников и всякой фигни все там будет закрываться пусть туда же затолкают психологов чтобы люди ходили например если у кого-то что-то но подошли пообщались ну там и психологов не надо когда такое общение будет такие пространства будут но у нас же делают как у нас если делать какие-то такие пространства они все стоит денег и чтобы ребенку пойти в это пространство у него в голове только где взять денег а как купить бутерброд а как то вот чтоб жрачка там была бесплатная вообще для детей не для взрослых а вот приходят дети четко видно это дети приходит иди кушай вон стандартная какая-то еда там компотик каша чтобы было всем раздавали от государства ну или как как это государство общество там не знаю по 100 рублей скидываются и там вот это все происходит ну как то так вот это мой вариант что такое но у меня в голове примерно есть вариант как люди должны существовать я бы строил города не исходя из каких-то знаете наших взрослых потребностей только потому что города построены как-то тупо рыло вообще все бессмысленно я думаю города надо строить исходя из того что самое первое как бы смысл человеческой жизни в том что будет следующее поколение нету следующего поколения все что мы делали не имеет никакого смысла соответственно чтобы это следующее поколение взращивалась и к чему-то пришло нужно им пространство создавать поэтому когда проектируем город мы сначала должны как-то обдумать с того что дети потому что с них начинается вся суть жизни нет детей нет никакого смысла если не будет следующего поколения зачем вы вообще что-то делаете мы гримпистам озеленяем мы боремся с экологии это загрязнением задайте любому хоть кому любой организации вопрос в тупик их приведет это какой-нибудь гримпистам что-то рассказывают они там что-то делают миллиарды долларов и скажите вот если не будет следующего поколения детей человечества зачем вы это делаете гримпи сразу остановится мысли он скажешь ну чтобы природа была там чистая бла-бла-бла скажешь так людей то не будет для кого вы вообще стараетесь все у гримпи ступик идете в религиозные всякие дома они там мы там религия ла-ла-ла бла-бла-бла ты говоришь и следующего поколения будет чудил бомб какой смысл от богов от религии от всех этих правил религиозных если не будет следующего поколения вообще любое вот хоть где вот спросите получается это основа основ людям нужно найти основу основ в порядке приоритетов и города строить исходя из вот этих вот приоритетных задач самое первое на пьедестал ставятся дети и все вокруг этого типа дети да вот это у нас дети сначала должны появиться где-то значит нужны определенные помещения типа роддома и все это должно быть по идее бесплатно в круговороте ребенок должен где-то родиться ребенок должен где-то взращиваться и потом переход уже идет во взрослую жизнь поэтому основные вещи как и также есть у нас еще старики которые сил нету у них и для них нужны и получается у нас есть ребенок средний возраст старики дети и старики это примерно одно и то же работает только рабочий класс потому что силы есть у среднего класса и получается для детей нужны какие-то пространства и для стариков какие-то пространства вот а то и это вообще одно можно сделать пространство и для них и получается старшего поколения как бы старики находится в пространстве с детьми как раз таки им помогают развиваться передают свои мысли опыт и тем и другим будет прикольно и вот это сначала делается потом медицина должна быть какие-то пространства где люди могут спокойно прийти и закрыть все свои вопросы по каким-то лечением роддома типа вот такие вот вещи медицина какая-то ну а потом вокруг уже строится вот этой всей истории вот в порядке вот рождаемость где покушать все между этими все должно быть заполнено какими-то природой фруктовые деревья там что-то такое чтобы люди могли на улице кушать но кто это будет так делать а нам же лучше в кружке всякие правильно в каком-то помещении выкинуть ребенка каких-то школах социум потом они все сидят и в других помещениях виде там всяких магнитов и пятерочек все их достижения всю жизнь старались потом всю жизнь торчат в этих пятерках коллектив общение зарплата бухаем и умер потом и все потом похорона 40 дней ходили сегодня поминали вот там а такой-то и жизнь ушел вот я сейчас только слышу в 40 лет люди досвидос прямо не звали можно сказать моё поколение просто вот это смерть с косой просто ходит и забирает всех и угадайте от чего все умирает алкаши бухаются и у всех сердце почему тромб и сердце потому что бухают и курят ну и максимум до 50 лет потом все завершается и получается что логично мы пришли к тому что пещерку ты добываешь себе целую жизнь умираешь 50 лет от каких-нибудь сердечных там еще чего-нибудь весь депресниках работаешь хрем пойми где зачем пол жизни учился и это учил какие-то геометрии там столбиками считали не столбиками вообще чул вообще за херня где мы столбиками считаем вообще или ни разу в жизни нигде никаким столбиком ничего не считал блин ну чё за херня это уже вообще зачем надо ну это уже наверное убрать уже надо заменить на новые вещи рассказать то пора тот же не знаю программирование про блокчейн про квантовую технологию уже надо рассказывать уже блин столько всего происходит а мы все там столбики тангенсы катангенсы это просто блин смешно уже если честно и дети вот в школах там вот это все сидят вот эту всю фигню все грустненько я думаю что люди человечество жестко деградировала вот так такие мысли пишите что вы думаете об этом если вы вообще что-то думаете если у вас думалки не засорились все на это